здравствуйте гости друзья и коллеги вы на канале авто и болит меня зовут николай в прошлых роликах в прошлом ролике я рассказывал вам о секрете настройки маляра много людей посмотрели много было разных отзывов хороших и плохих одни сказали что это реклама магазина тупая голимая другие сказали очень хорошо ты поразмышлял на этот на этот счет действительно чтобы настроить человека на работу есть определенный секрет я его раскрыл в том ролике но хочу ответить тем кому не понравилась эта реклама многие люди я смотрю в интернете многие фирменные блогеры пытаются оправдываться ребята дорогие мои это не реклама я не рекламирую так и я их понимаю да я их ни в коем случае никаких претензий не предъявляю я их и не передразниваю нет просто знаете такое чувство что люди начинают оправдываться за то что они рассказывают хорош свое хорошее мнение о каком-то каком-то продукте как будто бы рассказать свое мнение если оно хорошее это это зазорно это страшно это опасно это это фу друзья мои но например например вы сейчас немножко отвлечемся просто накипело представляете например вы выходите вы купили вчера брюки хорошие джинсы купили за дешево вас великолепно обслужили это недалеко от вашего дома например да у нас есть магазин престиж и это реальная история я купил там брюки меня пригласили чуть ли не чаем напоили симпатичная девушка объяснил рассказал есть вот такие есть теплые если с начесом есть там с карманами без карманов вот вот такая лейба такая фирма два шва три шва и так далее примерьте вот это попробуйте вот это я сказал да ладно нормальный джинс не 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 давайте попробуйте еще вот эту еще вот эту еще вот эту вы выбрали да вот вам скидка вот столько-то скидку сделали проводили до двери сказали приходите в любое время счастья вам здоровья и так далее так далее ну великолепно обслужили ну чё можно сказать нельзя сосед меня встречает и говорит о колян ты купил брюки я груду а где купил его да вот престиж на втором этаже заходишь туда налево там заходишь там девушка вот там возьмешь все и скидка там то это человек спросил я ответил это что реклама нельзя этого говорить это 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 зазорно западло это это я не знаю это это позор после того как он спросил бы меня и я ему ответил он бы должен сказать фу да ну что ты это реклама товара реклама у нас каждый день мы смотрим рекламу везде едем куда-то на каких-то баннерах висит реклама на каждых ваших штанах на каждых брюках везде есть реклама я вот сам себе сказал что я не буду нервничать когда буду это говорить но не могу не нервничать я не нервничай я просто удивляюсь нет мне интересно почему люди так относятся если ты рассказываешь о каком-то магазине что там хорошо обслужили что там есть товар там интересный ассортимент там есть подбор там есть то есть то а это голимая реклама не понимаю не понимают еще одно предложение и начнем как вы думаете и даже вот вы наверняка очень часто заказывали что-то на вал берите на алиэкспрессе на спектр 36 интернет-магазин в воронежске великолепный магазин огромный ассортимент прекрасное общение отличный хозяин позвонить позвони он тебе никогда не откажет ни в чем все объяснить все расскажет что вот я спрашивал у него допустим о полировальной машине мне нужна была полировальная машина с эксцентриковая в такая фирма вот такая фирма вот такая фирма на эту фирму есть запчасти на эту фирму нет запчасти на это так на этот то на это это все объяснил. Вот, например, да, вы заказывали что-то в интернет-магазинах, да, скажите, первым делом, когда вы нашли этот товар на этом сайте, вы что делаете? Первым делом сразу, сразу. Не надо рассказывать мне сказки, что сейчас что-то выдумать будете. Первым делом вы смотрите отзывы. Отзывы. Что написано? Что? Какие отзывы? Это что, голимая реклама? Ну, вы же смотрите отзывы. Вам же интересно посмотреть, что? Ага, первым делом, так, мне дочка говорит, посмотри все время сразу отзывы. Что об этом товаре написано? Правильно. Это отзыв. Это не реклама, это отзыв. Ладно, все, забыли. Итак, я вам говорил, что когда-нибудь покажу, как эта пленка работает, как ее размотать. Вот вместе с вами сейчас мы ее расклеим вот этими вот этими вот этим ножом автоматическим, который я показывал вам. Заклеим автомобиль. будем его, наверное, даст Бог красить сегодня. А потом вот этим скотчем обыкновенным заклеим назад. Вот и все. Вот что я хотел вам показать. Вот как мы его распакуем. Я не знаю, я видел в интернете, кстати, что есть специальная такая железная стойка, куда вкладывается вот эта пленка и потом растягивается. Просто стоечка стоит, она на колесиках, железная такая. Растянули и все. У нас пока ее нет. Может быть, с нами будут связываться фирмы Blackfox. Может, у них есть такая стойка. Может, они нам ее презентуют. Может быть, у Адамиана Spectra 36 есть такая стойка. Будем искать. Ну, пока мы без стойки. Так что можно пока и без стойки. Давайте откроем, посмотрим, что у нас здесь есть. Так. А потом, так же, как я говорю, как Юрий Юрьевич говорит, скотчем так же на место и заклеим. Так. Ох, какая. Даже с названием. Тут даже название есть. Смотрите. А, ага. Вот, видите, даже тут написано Blackfox. Так. Мы, наверное, ее пустим вот так. Да. О, видите, и она пошла. Так. Сейчас посмотрим. Так мы ее сверху и закинем. Так. Сразу, сразу мы вытащим наш великолепный нож нож итальяно- тайваньский. И положим его у карман. И вот так вот потянем вот это сюда. Мы его потянем с запасом, потому что нам потом надо будет еще открывать вот эту дверь. дверь. И будем дверь красить на открытом варианте. Так, у нас потянется она сквозь, сквозь, картон мешает, да? Ну, ничего. Сейчас мы вот так накидаем сверху и подзырим, и подзырим, и подзырим. Вот так. Вытер я машину всю. Во! Вот как-то так, если меня видно. Возьмем с запасом. Здесь у нас хорошо, полностью бампер укрыт. так, 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 так. Теперь мы немножечко еще возьмем, еще возьмем, вот так, и откроем автомобил велофото автомото. Возьмем хорошая эта система микрофонная хорошая но батарейки очень быстро сдыхают поэтому приходится их постоянно менять очень быстро хорош все нормально звук нормальный все нормально единственно сдыхает очень быстро и так как обрезал я наверное вы увидите но не услышите а может быть я вообще не буду это вставлять не знаю даже как сделать ну покажу вам все равно работу с ножом работу с ножом покажу а здесь мы просто закроем да и дело с концом сейчас закроем все даже не знаю показывать вам как эта пленка раскрывается я думаю вы и так все знаете но все равно иногда даже не знаешь что показывать а что нет что будет интересно а что не будет интересно делаешь какой-то ролик я не знаю там про фарой но клейкая довольно такая статическая довольно статическая так где у нее середина вот это мне нравится когда она на одной из пленок она была открывалась знаете вот так и тянешь ее а так вот с двух сторон и и опустил он довольно довольно такая прилипучая довольно прилипучая довольно как и говорил юрий юрьевич статичная это хорошо когда она хорошо обволакивает машину сейчас мы отсюда врежем когда она болтается на ней в разные стороны особенно для гаражников это очень важно так коронавирус уходи вот так ух интересно статика не будет ли тянуть на себя пыль не знаю ох 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 она облепила да все нормально получилось я имею ввиду все натянулась здесь вот до самого края натянулась здесь все натянулась до самого края но самое главное то что она наверно все-таки ширина ее узковато и не хватило видите здесь а здесь она не дотянулась либо конечно машина слишком большая либо надо брать шириной побольше либо добавлять немножко не без этого бывают нюансы конечно кто знал что такая машина большая будет и такая немножко хрена будет поменьше сейчас будем вырезать заклеивать и так далее посмотрим ну вот так и будем резать значит здесь мы обрежем если мы обрежем дверь будем открывать поэтому как вы будете открывать как вы хотите вода как вы хотите чтобы выяснить что он такой вот вот это вы Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok